Безусловно, одна из самых интересных новинок на МВЦ 2017 — это Huawei Watch 2. Первую версию часов показали ещё два года назад, хотя в продажу они поступили только в середине 2016-го, но пользователи их тепло приняли. Хорошие часы получились. Huawei Watch 2 получились тоже неплохими, но Huawei многое переосмыслили и переделали. Вот, например, из натуральных классических Watch 2 превратились в спортивные, причём любая из трёх версий — Huawei Watch 2, Watch 2 4G и Watch 2 Porsche Design. Обычная версия получила корпус из нержавеющей стали, сменный кожаный ремешок шириной 22 мм и защиту по стандарту IP68. Условная спорт-версия имеет уже пластиковый корпус с металлической основой и полиуретановый ремешок шириной 20 мм, защита от воды и пыли также IP68. Интереснее всех выглядит спортивная версия в серой окраске с вкраплениями и жёлтыми элементами. Что касается версии Porsche Design, то подробности об этой модели будут опубликованы позже. А вот обе рядовых версии имеют Amoled-экран диагональю 1,2 дюйма и с разрешением 390 на 390 точек. Кстати, если первое поколение часов получил сапфировое стекло, то новинку защищает Gorilla Glass 3. Не самое удачное решение по снижению расходов. Представляете, если в следующем поколении iPhone вернут кнопку времён iPhone 5? Глупое, конечно, сравнение, но вы понимаете всю трагичность этого момента для покупателей. Процессор Snapdragon VR2100 оперативной памяти 768 мегабайт, а встроенный 4 гигабайта. Есть NFC-модуль, а значит и поддержка Android Pay. В часах есть слот для nano-сим-карт, есть поддержка 4G и VoLTE. Можно вставить карточку в часы и использовать их без связки с телефоном. Кстати, она довольно интересно запрятана за ремешком. Но стоит учитывать, что есть слот только в версии Watch 2 4G. Это спортивный вариант с пластиковым корпусом, если вы забыли. В часах целых два микрофона и две антенны. Естественно, есть динамик, хотя можно и Bluetooth-гарнитуру подключить. Что интересно, в некоторых странах операторы будут давать абонентам несколько сим-карт под один номер, чтобы можно было взять, например, эти самые часы и пойти на пробежку, оставив телефон дома. Будет вариант с E-SIM-электронная карта и по итогу работать будет примерно так же, с привязкой к одному номеру. Для России всё это пока не актуально. Есть здесь и GPS, и датчик сердцебиения в обеих версиях. Производитель обещает 2-3 дня работы, которая обеспечивает аккумулятор ёмкостью 420 мАч. Ну и, конечно же, операционная система Android Wear 2.0. В помощь две кнопки на корпусе. Верхняя открывает меню и работает как кнопка назад, а вот нижняя включает фирменное приложение для фитнеса. Можно ли будет поставить на эту кнопку своё приложение? Неясно. Huawei Watch 2 будут продаваться уже в марте, но, правда, только в некоторых европейских странах по цене от 330 евро. В России, США и других странах они появятся только в апреле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...